Ваше внимание на изготовление такой машинки для сухого валяния. Это первый опыт. Причем сделанный на коленке как всегда я делаю из того что есть под рукой. Машинка уже даже сбалансирована. Дает не сильную вибрацию. Вылет иглы около 14 миллиметров. 13-14 миллиметров. Для того чтобы изготовить такую машинку мне понадобились запчасти от сгоревшего пистолета для клея. Вот эта часть взята из сгоревшего пистолета самого дешевого для клеевых палочек. Мне понадобились вот такие ролики которые я взял из какого-то лентопротяжного механизма от какого-то кассетного магнитофона или это может быть даже был автоответчик из-под микрокассет и электродвигатель от самого магнитофона. Я пробовал они достаточно слабые. Я взял электродвигатель от сгоревшего фена строительного или обыкновенного бытового. Это электродвигатель от фена. Блок питания я взял от старого сгоревшего блока питания на 12 вольт. Я использую блок питания на 12 вольт. Что необходимо для того чтобы изготовить такую машинку. Что я сделал. Вот это устройство. Это сам греющий блок клеевой машинки. Я вычистил, выпалил, прогрел, тряпочкой аккуратненько все вычистил и сделал вот такой надпил для контроля. Я сюда вставил из две направляющие. Одна вот такая направляющая какая-то. Это была любая попавшаяся направляющая. Вот от роликов здесь я какой-то ролик из них вытащил. Посмотрел. Это тоньше. Немножко его сточил для того, чтобы он так вот ровненько сюда заходил. И это сейчас направляющая для иглы. Но здесь нужно направляющая еще одна. Почти такая же деталь. Я снял с одного из электродвигателей. Это был такой же шкив. Намотал но он такой ровненький. Намотал на него изоленту и вставил в середину. Здесь он там в середине стоит. Приблизительно с таким же отверстием внутри. Но тут отверстие до конца не доходит. Здесь упирается. Отверстие вот в этом ролике. Там один из роликов. Игла проходит полностью. Я вставляю. Ну и вот теперь это уже направляющая. Вот это это также один одна из частей лентропротяжного механизма. Какой-то рычаг. Я в него вставил. Здесь есть внутри латунная направляющая, которая надевается вот на этот вал. Латунную направляющую я тоже отсюда снял. Вот с какого-то места. Приблизительно с такого. Только это цельная латунная направляющая. А тут были отдельные ее части. Две коротких направляющих. Я засунул в соответствующее отверстие. И получился такой рычаг. Он тут еще как-то так фиксируется. Получился такой рычаг. Значит сам этот шкив. Вот как раз такая направляющая упала у меня. Вот сам этот шкив одевается вот в такую направляющую, которую я вырезал из другого места. И просовердил отверстие. Вставил в какую-то планку. Это был обыкновенный брусок, который я потом вырезал. Это был такой обыкновенный цельный брусок. Я лобзиком потом вырезал. Начать нужно с того, чтобы найти вот основная деталь. Я бы сказал самая сложная и основная деталь. Это вот такой шкив. Сюда вверх я поставил произвольным образом. Понимая сколько должна выходить. Около 13 миллиметров. Ну вот я произвольным образом поставил сюда дополнительный вал. Откуда я его взял? Вот такие валы есть. Я взял отсюда вырвал и на горячую. Нагрел на газу на плитке и вставил. Только нужно смотреть чтобы он более-менее ровно стоял. У меня не очень ровно. Ну так уж получилось. Еще один из нюансов изготовления. Для того чтобы компенсировать вибрацию. Сначала у меня достаточно сильно вибрировал. Я поставил на эту сторону утяжелитель. Просверлил здесь отверстие и залил паяльным припоем. Паяльным припоем с помощью паяльника. Показалось мне этого недостаточно. Я еще с этой стороны немножко. Чем дальше к краю, тем сильнее будет действие противовеса. Ну и начинать нужно с того, что я уже говорил. Вот выпаиваете такую направляющую. Здесь вот есть направляющая медная, латунная. Они как раз сюда заходят. Выпаиваете такую направляющую. Здесь есть определенный диаметр 8 или 9 миллиметров. Просверлили отверстие и вставили. Вот такие здесь медные вставки. Теперь я вставляю и у меня есть основная направляющая. Отсюда же можно найти так называемый пасек. Ну вот я сначала пользовался местным отсюда с лентопротяжного механизма. Тоненьким пасеком. Он слабенький. Не выдерживает большую нагрузку. У себя дома я нашел вот такое колечко. Это какое-то уплотнительное кольцо. Дома какое-то я нашел из силикона. Оно как раз подходит. Подошло. Даже при нессильном натяжении хорошо держит нагрузку. Расскажу об этом. Здесь электродвигатель 18 вольт. Я взял подходящую шестерню с лентопротяжного механизма. Просверлил приблизительно отверстие. И натянул в нем в этом шкиве. И натянул на вал электродвигателя. Но здесь были зубья. И потом подключил электродвигатель. И с помощью сначала ножа. Потом с помощью надфиля придал нужную форму для шкива. И теперь у меня получилось два шкива подходящие. Приблизительно по размерам. Здесь я уже сказал как я выпалил. Вырезал болгаркой окошко. Для того чтобы вставлять. Ну и для того чтобы контролировать процесс. Можно в принципе было и не выпиливать. Но так получилось удобно. И поставил упер. С помощью шурупов. Просто чисто с помощью шурупов закрепил. Просверлил. Вырезал пазы под выключатель. Выключается именно в эту сторону. И когда работает не выключается. И здесь от старого модем выпаял разъем. Для того чтобы подключать электричество. Таким образом значит чтобы иголка не выпадала. Я на эту планку просверлил отверстие для иглы. И чтобы она сюда не выпадала. Приплавил просто с помощью выжигателя по дереву. Приплавил с помощью горячего инструмента. Можно с помощью паяльника. Приплавил вот такую пластинку. Видно видно или нет. Она не позволяет выскакивать. Вытаскивается просто. Вот так. Как я уже говорил. Вот в такую направляющую я вставил латунную вставку. Тоже вытащил. Она как раз подошла по диаметру вот этого вала. И теперь когда я вставляю иглу. Надо попасть во второе отверстие. Вставляю сюда. Она как-то так фиксируется. Но не вылетает во всяком случае. Теперь так называемая фельдцевальная машинка. Машинка для сухого валяния готова. Из-за того что я сделал вот такой свинцовый балансир. Она не так сильно вибрирует здесь. Хотя двигается. Но для безопасности. Для того чтобы в случае поломки иглы она не ударила и не отскочила. Иногда бывает что выскакивает. Я сделал еще из какой-то баночки вот такую защиту. И прикручиваю просто на шуруп. Это для безопасности. Для того чтобы точно понимать что мне в глаза ничего не попадет. Повторяйте. Будут вопросы пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Вот такая простая машинка. Которая позволяет сильно облегчить работу по сухому валянию. Особенно когда нужно много. Когда много работы. Сразу же я на своих старых тапочках решил потренироваться. и Этой же машинкой сделал вот такую мышку. Повторяю. 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 Отпал холазик. В это время. В этот момент. Сделал ее. это первое. первое что я сделал сухим валянием. такая мышка получилась. лазик выпал от вибрации. я не знаю сколько это заняло. час. может быть меньше. и вот такая мышка получилась с помощью машинки. повторяйте это не сложно. но в этом есть смысл. есть возможность быстро свалять такое или что-то еще подобное.